Всем привет, с вами Игорь и сегодня у нас такая вот погодка начало уже февраля первое число февраля вот, окончился январь месяц будем сейчас смотреть ватметры, счетчики, что там у нас напалилось натянулось, тепловый насос, солнечная электростанция посчитаем все сколько мне обошлось отопление кто первый раз зашел на мой канал там смотрите, плейлисты на всю альтернативу у меня есть кого что интересует, выбирайте смотрите, там куча видео как экономить свои денежки на отоплении, ГВС и так далее так, идем смотреть короче, счетчики итак, вот мы возле моей щитовой солнечной электростанции вот, это у меня ватметр отвечает за поле на крыше показывает, это поле на трекере показывает, сколько там производится, в сумме всего, а вот этот ватметр за тепловой насос и так, тепловой насос у нас на тянул электроэнергии так, сейчас более правильный о а, вот, вот 245 киловатт часов натянул он у меня за январь месяц вот сейчас мы видите 220 у меня в сети вот такое нормальное уже напряжение более-менее, раньше было меньше в начале зимы вот, вроде бы уголька они там прикупили уже, то так, 245 запомнили, да обнуляем о, все 0,00 киловатт часиков у нас все по нулях следующий месяц пошел так теперь смотрим солнечная электростанция поле на трекере выработало 80 ну, фокусируйся 89 30 и 30 ну, 90 киловатт часов будем считать что примерно так сейчас оно, видите клацает ищет ищет свою точку оптимальную вот 89 а, обнуляем так, а тут надо тут надо 3 раза по-моему так ага, это ампер часы обнулились о, а это киловатт часы все киловатт часы по нулях так теперь этот вот метр 63 киловатт часа ну, 90 и 63 получается 150 153 ну, примерно 153 киловатт часа о, вот оно уже нашло свою точку успокоилось 191 вольта ну, я так настроил чтобы было примерно 180 220 примерно так так 63 киловатт часа ну, да 150 ну, 153 пускай обнуляем так амперы обнулил о, киловатты обнулил все солнечная электростанция уже готова считать на следующий месяц ну 150 киловатт часов это, конечно мало вот ну с инвертором было бы больше однозначно было бы больше я не знаю насколько было бы больше может 200 киловатт часов было бы о, но я вот смотрю тоже по альтернативщикам вот эти гибридные инвертора они так много электроэнергии тянут что может быть вполне возможно если бы у меня был гибридный инвертор то вышло бы тоже 150 киловатт часов по факту так сказать а сейчас у меня все идет в пользу все что зашло все идет в пользу хотя если в принципе этот же самый гибридный инвертор стоит у вас в доме там где нужно отопление то я так понимаю что вот это все его потребление которое на себя тянет оно что же в нагрев выделяется поэтому нельзя сказать так совсем что бесполезно пропадает электроэнергия если в доме конечно стоит там где надо отапливаться и там какие-то эти киловатт часы за месяц они тоже можно сказать идут в отопление вот ну если я себе буду ставить то буду ставить сетевой инвертор он и мало тянет электроэнергии в период когда нет солнца ну вообще я настроился именно на сетевой аккумулятор у меня уже есть инвертор маленький есть если что для аварийного энергописпечения я его подключу этот аккумулятор к инвертору маленький автомобильный инвертор 300 ватт кстати я его сейчас покажу и буду вот так вот пользоваться от солнечных панелей постоянно я их заряжать не буду это так в качестве резерва аварийного как бы резерва в случае отключения электроэнергии там авария какая-то ну сейчас пока что на постоянку не имеет смысла у меня сеть практически не отключается так ладенько идем считать итак считаем по тепловому насосу у нас получилось 245 киловатт часов натянул он в затоплении в январе электроэнергии ну больше у меня просто не получается его натянуть ну может быть если бы автоматика была автоматическое включение то он бы больше натянул ну немного больше я не думаю что намного больше он бы натянул бы вот но думаю что немного больше ну и температура в доме была бы уже не 18-20 там около 20 наверное держалась бы ну я так думаю надо будет короче делать эту автоматику вот и как-то и тогда уже посмотрим сколько было бы тогда и так 245 киловатт часов у меня получается пользоваться тепловой насос примерно половину 50 на 50 по ночному тарифу и дневному тарифу это значит мы половину киловатт часов с этой суммы 245 умножаем на 80 сколько тут у меня по квитанции 84 копейки половину по гривна 68 получилось у меня ночное отопление по ночному тарифу вышло 102 гривны за январь и днем дневное отопление за январь 204 гривны 306 гривен всего получается отопление у меня тепловым насосом за вот этот вот месяц но мне еще немножко помогла солнечная электростанция ну вы видели да 150 киловатт часов и немножко ну в основном даже она и собственно там в основном вся энергия солнечной электростанции пошла на бойлер я бы так сказал у меня в приоритете бойлер он всегда включенный то есть там не через ступеньку там что она включается нет он всегда включенный поэтому есть солнце или нет он греется сначала бойлер потом уже включается если есть избыток как бы сказать солнца для бойлера то уже включается какая-то другая нагрузка Первая, вторая, третья, четвертая, пятая ступенька на отопление А если солнца мало, то просто греется бойлер Оно просто напряжение не поднимается там выше 180, 170, 190, 200 А у меня там настроено так, что оно включается следующее Я уже не помню, по-моему, при 200 или даже 205, что-то такое Короче, если ниже, оно просто не включится и все Вот, так что в основном на бойлер Помогал еще, конечно, коллектор солнечный тоже Но очень мало, очень мало было солнечных дней в январе Хотя больше, чем в декабре Уже больше, чем в декабре и день стал больше Вот, короче, коллектор больше Ну, даже видно по солнечной электростанции, да Если у меня за декабрь было там, я уже не помню, 60 вроде киловатт-часов То видите, за январь уже 150, даже больше, чем 150 То есть солнечных дней было больше Вот, и коллектор как бы неплохо так Ну, когда было, конечно, солнце, неплохо так греет днем То есть днем мне включать тепловой насос даже и не надо Работала солнечная электростанция Когда есть солнце, то и солнечная электростанция Нормально дает так около 5 киловатт Ну, 4,5-5 где-то так Ну, у меня это... Она немного не так настроена Видели сами, да Поле одно у меня, то, что на крыше Оно меньше выработало Ну, не тот угол, я так понимаю Не тот, совсем не зимний угол И то, что на крыше, и сон, и то есть снег там дольше задерживается На панелях Ну, там такой вообще угол летний Лежит, пока не растает А вот с трекера угол там зимний Он просто сползает Там, если и выпал Вот, он раз, сполз Там какая-то масса его критическая Насобиралась уже Что оно не держится И ушел О, а на крыше, конечно, дольше лежит Поэтому и угол не тот Ну, такая вот разница Видите, там 60 А там почти 90 кВт-часов Вот как-то так получается Ну, все равно зимой толку от солнечной электростанции очень мало Поэтому можно сказать, что на отоплении ГВС у меня в основном отдувается тепловой насос Это основное количество энергии Почему я вот каждый месяц это выдаю? Потому что, ну, месяц от месяца очень сильно отличается Вот если в этом месяце вот так вот работает То в феврале месяце уже больше будет в объеме энергии, которую я получаю в своей альтернативе Большая часть будет солнечной энергии Не большая, а больше, чем в январе Ну, не большая еще О, но в марте, в марте, уже в марте точно будет большая часть энергии для отопления моего дома ГВС Именно от солнца Это я даже не сомневаюсь, ни грамма То есть тепловой насос в марте у меня будет работать только по ночам По ночному тарифу Ну, это если разве что днем там вообще капец там затянуло Снег идет, солнца нет То тогда да, надо будет включить Но в основном то с марта месяца уже опять солнце начинает рулить То есть получается мне надо протопить только тепловым насосом Это, ну, в этом году получается вторая половина ноября, декабрь, январь и февраль Ну, я еще не знаю, какой февраль будет, но я думаю, что конец февраля тоже уже начнет как бы солнце рулить О, а вся осень, весна, ну и лето тоже солнце рулит Солнце рулит и солнечные панели отопления или там ГВС или еще что-то от панелей Оно выходит на первое место, больше как бы ничего и не надо Вот, вот такая вот у меня итог, да 245 киловатт часов, 150 выработала солнечная электростация Ну, солнечный коллектор я не знаю, как посчитать, сколько выработал Разве что можно так вот прикинуть Я там видел информацию, примерно в нашем регионе падает на 1 квадратный метр около 600 ватт Зимой от солнца 600 ватт Ну, конечно, минус прозрачность поликарбоната, там, КПД самого коллектора Хотя у меня КПД сейчас коллектора неплохой У меня не больше где-то там 46, 47, 48 градусов больше уже не поднимается То есть КПД довольно-таки должен быть неплохой Ну, заходит в дом, я думаю, 500 Если так 600 падает действительно, то 500 Может быть даже и меньше, чем 500, может 450 заходит в дом с коллектора С квадратного метра, а он у меня 6 метров квадратных, если кто не знает Так что можно примерно хотя бы посчитать Там, сколько часов он в день работает На вот эти вот ваты умножить Ну, и какую он мощность выдает Вот, тоже неплохо, я вам скажу Мне нравится такое подспорье Тем более, вот я тоже смотрел, вот как люди, канал один недавно, видео На днях смотрел, там, ну, тоже человек топит дровами Дрова подорожали страшно И у нас подорожали Это при том, что у нас дров этих, море вокруг Можно сказать, я в лесу живу Да, в лесистой местности Тут дров в море, но они бешено подорожали А там где-то в Украине, я уже не помню где Там люди мучаются, дров нет Они дорогие, леса нет Какие-то брикеты топливные Какие-то, вот эти, ну, там, какие-то ищут вот эти вот пути выхода Ну, я не знаю, это так, все это сложно Мне кажется, что намного проще тепловым насосом отапливаться Даже если нет все остальные альтернативы Тепловой насос полностью справится с вашим отоплением Это реальная, действительно самая такая, как говорили Настоящая альтернатива Потому что он может заменить любое отопление В любое время Есть солнце, нет солнца Есть ветер, нет ветра Тепловой насос работает и все Вот, и это самая такая настоящая В полном смысле полноценная альтернатива Так что всем советую Кто еще не сделал, делайте Спрашивайте, если что-то непонятно Смотрите мои видео, там их куча целая В плейлисте, все про тепловой насос Вот, ссылки я оставлю на плейлисты и в конце видео тоже А, еще я хотел лишь показать инвертор свой Вот такой вот у меня есть инвертор Люксион Видите, да? Вот у меня тут одна резетка, выключатель, индикатор Тут подключается аккумулятор, вентилятор маленький 300 ватт, номинальная мощность, максимальная мощность кратковременная 600 ватт Синусоидальная форма выходного напряжения То есть в этом инверторе чистый синус Я его пробовал включать на свой циркуляционный насос в системе отопления Это когда я еще, я его что и купил Еще у меня ни теплового насоса не было, ничего Я его купил для печки, потому что у меня печка работает на радиаторы И стоит циркуляционный насос, когда свет вырубается Все, капец, туши печку, заливай, потому что сейчас закипит Точет через расширительный бачок выплескиваться вода Ну, короче, такое неинтересное такое зрелище Невеселое И вот я для него и купил То есть, если свет пропадает, я сразу включаю циркуль в этот инвертор Еще от старых этих велосипедных аккумуляторов Но они долго, быстро сдыхали Сейчас у меня новый аккумулятор, вы видели, да? Лифер Я думаю, этот лифер запитывать тоже через этот инвертор На циркуль, если там что-то такое случится глобальное Там пропадет свет на много дней Тепловой насос не работает Ничего, тогда хоть затоплю печку и включу вот так вот отопление Вот такое Надо быть готовить и готовиться и к таким вариантам Потому что мы сейчас такое живем время нестабильности, так сказать Поэтому надо прорабатывать и такие варианты Ну, вот мне такой вариант больше всего подходит Просто отдельно аккумуляторы, пускай все заряженные Стоят не в системе солнечной электростанции Они все заряженные стоят Вот И случай что включил, пользуюсь Ну, это редко, когда бывает Вот, ну вот как-то так Так что, вот такие вот итоги за январь месяц Счетчики обнулил Будем теперь ждать, что у нас получится в феврале За отопление, солнечная электростанция Как будет работать Тоже расскажу свои впечатления за февраль месяц Ну все, что никому не понятно Спрашивайте, что не сказал, может забыл Пишите комментарии Все, подписывайтесь, лайкайте Все, всем пока До следующих видео Продолжение следует...